Привет, Нюник! Мы сейчас сняли вторую серию по поводу моего гардероба. Что меня удивило, наверное, на то, что интуитивно эти вещи были все подобраны, это раз. Во-вторых, это возможность миксовать. Я на самом деле никогда бы в жизни не надела эту юбку с оранжем пиджаком, а они оказались очень круто смотрятся. И я поняла, что на самом деле в своих деталях, которые я использую, оказывается, я подаю всяческие признаки того, что я мягкая, дипломатичная. И то, что я изначально заявляю, и как дают мне обратно связь мои коллеги, то, что достаточно жесткое и требовательное как руководителю, я на самом деле всячески внешне это нивелирую. Чтобы быть наравне с топами, ты должна выдерживать максимальное количество внимания, потому что это люди-лидеры. Слушайте, ну такие вещи я еще ни разу не носила, конечно, посмотрим. Ну ты у нас такая опытная, боевая, поэтому на тебя вот это все прилипнет прекрасно. Сложные цвета всегда сочетаются, это беспроигрышный вариант. В Заре таких цен уже 5 лет как не было. 4 500, юбка с подкладом. Ребят, надо приезжать на шутку в Екатеринбург. Это все ручная работа, я ношу ее 20 лет. Блин, я тоже такой хочу, она меня не налезет, жизнь несправедлива. Шопинг! Вот это еще! Я люблю свою работу, я люблю свою работу. Это бомба, да. Всем привет, наши дорогие, меня зовут Ольга Чебыкина. Вы на канале, посвященном нашему легендарному образовательному продукту ключи, можно даже сказать, философии проживания, искусству гедонизма, искусству наслаждения, искусству высокого стиля жизни во всем. Все, что касается эстетики на этом канале. Если вы вдруг еще не подписаны, подпишитесь обязательно. Для тех, кто смотрит нас не просто из разных городов, из разных стран, с разных континентов, снимаем мы сегодня в Екатеринбурге, и мы находимся в универмаге Большой. Это потрясающее, креативное, светлое, современное, дышащая свобода и пространство. Очень люблю здесь бывать по своим делам, обожаю здесь покупать канцелярию, обожаю здесь делать шоппинг, который дополняет мой гардероб, который, как вы знаете, я в основном шью. И рада прямо сейчас здесь, но она затерялась между рейлов с нашей героиней Светланой, потому что сегодня серия, посвященная тому, как делать покупки с умом, чтобы вещи, которые вы купили, во-первых, и это самое главное, отвечали целям вашего выхода в мир, целям вашей коммуникации, вашим деловым или личным устремлением, вашим задачам. Света очень четко сформулировала, поднимаемся на другой уровень, становимся визуально побогаче, поспокойней, деловой, интеллектуальной, размеренной, великолепной, притягательной, с обозначенными личными границами, но тем не менее с достаточной мягкостью, легкостью и возможностью для маневра. Очень манкой, как женщина, при этом очень цельной, как деловой человек. В этом выпуске мы для вас разыгрываем, как всегда, косметику от великолепного бренда Рада Русских. Опишите, пожалуйста, как вы ходите по магазинам, со списком, без списка, спонтанные покупки предпочитаете, либо наоборот, все смотрите, долго выбираете, ушли домой, вернулись на следующий день, либо работаете с персональным стилистом, либо, может быть, вообще шопинг не входит в сферу ваших интересов. Напишите, пожалуйста, про ваши взаимоотношения с магазинами, с покупкой одежды. Среди всех присланных комментариев по этой теме ровно через неделю мы разыграем набор косметики Рада Русских. Я подготовилась, у меня лукошка, я обычно так хожу на рынок за клубничкой. Сегодня мы пойдем на охоту, нам нужен новый гардероб, чтобы всех сразить. Я думаю, что базу ты прекрасно себе сама купишь. Моя задача тебя немножечко расширить, потому что, чтобы тебя большие акулы воспринимали на равных, тебя сейчас нужно немножечко даже сделать где-то больше и смелее их. Это даст вот этот мостик любви между нами. Круто. Так, идем. Я удивилась, на самом деле, когда сюда пока ехали, такое количество красивых людей в Екатеринбурге. Кстати, что хочу сказать про Екатеринбург. Екатеринбург мировая столица мода, если вы не знали. Здесь самая сильная кафедра дизайна одежды в России, на которой я, в общем-то, и училась. И все, что здесь представлено, это российский дизайнер. Это два этажа. По размеру это примерно как ЦУМ. Ни в одном городе в России нет такого крутого шопинга, как в Екатеринбурге, поэтому мы снимаем наши реалити именно здесь. Катя, танцуй. Нет, ты сколько? Вот так, как ты делал. Повтори, говорит. Да-да-да-да. Так, смотри. Я в восторге от вот этого, потому что тряпка просто пушечная. Я что думаю, что нам нужны штаны на резиночке. Это актуально. То есть, а то, что ты в положении, не значит, что мы отказываемся от всего. Мы можем еще несколько месяцев использовать брюки на резиночках. Это круто, да. Да, и это будет мягко, потому что все-таки жесткий пояс, нам придется уже с тобой от него отказываться. Вот как на самоощущение? Ты чувствуешь, что от того, что тряпочка плотная, прямо дорого-богато? Мне нравится еще ее фактура. Она прохладненькая. Она прохладная. Чем плотнее тряпку, ты носишь, тем дороже это выглядит всегда. То есть, футболки из жидкого трикотажа выкидываем сразу. Это не... Дома носить не власть. Да, то есть, чем плотнее тряпочка на изделии, тем она всегда богаче. Круто. Когда ты заходишь в самые дорогие бутики, ты ничего жидкого, кроме шелка натурального, не найдешь. Все ткани будут очень высокой плотности. Так, как ты насчет розового? Учитывая, что у меня костюм Фуксия, в котором я была, я думаю, сто процентов, да. Забираем. Вот даже если так, да, смотрите, уже насколько симпатично. Шопинг-корзинка работает. Опа! Все, мы пошли. Так, смотри. Я думаю, что мы совсем яркие с тобой не берем. Почему? Потому что мы все-таки тебя делаем бизнесом. Вот это для бизнеса светлое. То есть, помнишь, да, светлое – это наивняк, отсутствие опыта. Если мы берем, что чуть-чуть все равно оно должно быть темнее. То есть, если мы сравним. Вот это можно сложно закомпоновать. Вот это – нет. Это будет контрастно. Дешево. Вот смотри, например, да, мы берем с тобой пиджак. Видишь, это сложное сочетание, точно так же, как мы вот это сделаем. Сложное. Салатовый в сложную гамму собрать уже не получится. То есть, фуксию темную, да, это темная фуксия, еще можно. То есть, все-таки это не флюоресцентный нюанс. У нас все-таки задача сделать из тебя бизнес в фэшн икону. И это скорее фуксия с малиной. И это чуть более приглушенное, сложное решение, да, более сложный цвет. То есть, сложные цвета всегда дают интеллект. Если мы с тобой берем классический флюоресцентный розовый, то это детский сад. Конечно, здесь оттенка бизнеса нет. А вот это может стать оттенком бизнеса, потому что вишня дает сложное сочетание. Все-таки это уже цвет совершенно с другим подтоном. И, наверное, то, чему мы хотим тебя сейчас обучить, чтобы ты могла различить эти оттенки. И когда мы их смотрим... Я вижу разницу. Когда мы сравниваем, мы видим разницу. Да? Я думаю, всем понятна разница. Вот, поэтому вишенку-малинку мы с тобой можем взять. Детскую флюру только в мою корзинку, потому что мне можно. Так, я думаю, пиджаки огромные ты не носишь. У тебя такое все кладь. Вот, кстати, я тоже посмотрела, и я думаю, морально я готова к тому, что попробовать один из пиджаков. Отлично. Берем. Какого-нибудь максимально большого, широкого. Вот этот просто топчик. Окей. С розовыми штанами будет пушка. Хорошо. Продолжение следует... Признаюсь, мне еще нравятся вещи с перышками. Не, перышки я вообще за. Ой, смотри, какая классная пушка. Вот это мне нравится. Ой, он такой милый, боже. Смотри, какая прелесть. Мне нравится. Кстати, вообще все бесплатно, я вам хочу сказать. 10 тысяч за пиджак из такой тряпки. Здесь тряпки на 10 тысяч, в принципе. Мне нравится. Классный? Мне нравится. Так, ну вот смотри, эсочка, эмочка. Учитывая наше положение, я брала эмку, а потом носила оверсайз. Мне нравится. Да. Причем в сочетании именно с светлым низом. Не знаю, конечно, вот с новыми брюками. Так, ну помни, да, мы берем или юбки, или брюки на резиночках. Да. Здесь жесткие брюки, поэтому они нам не очень практичны. Практичность нас тоже интересует. Спасибо, Рада, что услышала про практичность. Не, я вообще очень практичный человек. У меня же как-то появилось все, что у меня появилось. Значит, во мне есть рациональность, которая вам просто непонятна. Мне нравится этот цвет, но там жесткий верх будто бы. Но пододеть вот даже вот под это. Мне вот под это, кажется, интересно должно быть. Можно посмотреть, попробовать. Ну вот смотри, мне кажется, эмочка тебе как раз будет. Но цвет, да, класс. Мне нравится. Так, все, берем. Только верх, я так понимаю, тоже топом надо оформить. 2500, понимаете, просто. За вот такой качественный топ, идеального цвета, юбка на подкладке. Между прочим, Олины любимые болотные цвета, зеленые цвета. Я обожаю. Не, ну просто посмотри на цену. Я вам говорю, в Екатеринбурге лучший в мире шопинг, я уеду плюс 3 чемодана. 2500, но это бесплатно. В Заре таких цен уже 5 лет как не было. Сейчас скажу, сколько юбка стоит. 4500, юбка с подкладом. Понимаешь? Так, берем. Вдруг налезть. Слушайте, ну такие вещи я еще ни разу не носила, конечно. Посмотрим, попробуем. Ну смотри, даже вот зеленью. Сложные цвета, чем хороши? Все сложные цвета между собой хорошо сочетаются. Абсолютно не важно, какие они холодные, теплые. Все сложные цвета всегда сочетаются. Это беспроигрышный вариант, но его нужно на себе внутренне уметь вынести. Здесь все равно уже нужно наличие внутренних смыслов и какого-то опыта, иначе будет душновато. Но ты у нас такая опытная, боевая, поэтому на тебя вот это все прилипнет прекрасно. С первого июля стартует живой поток легендарного курса ключи. Мы его переназвали, это теперь не ключи манипуляции, это ключи гедонизма. Гораздо более широкое понятие, потому что мы на этом курсе уже другие. Мы с Радой в соавторстве создали мощнейший продукт и живой поток. Это значит, мы будем живьем вас сопровождать два месяца. А сколько мы с ней пережили за эти годы? Сколько мы всего нового узнали? Как мы в конце концов изменились внешне? Вот можно даже показывать какие-то кадры из наших предыдущих выпусков. Как выглядела, например, реалити по ключам? Как выглядим мы внутри продукта? И как мы выглядим сейчас? Да, мы сами являемся результатом своего продукта. И это только третий в истории нашего сотрудничества поток. Прямо сейчас переходите по QR-коду, чтобы зарегистрироваться, занять свое местечко. Потому что на тарифе эксгибиционист, это тариф с обратной живой связью, где я и Рада в течение 8 недель вас сопровождаем живьем. На безлимитных по времени мастер-майндах, отвечая на все ваши вопросы в прямом эфире, это уникальный просто шанс. Там количество мест ограничено, потому что мы хотим повзаимодействовать с каждой девочкой. Если 30 тысяч вам кажется дорого, хотя это очень небольшая цена за 2 месяца живого обучения, то есть тариф Войерис за 15 тысяч рублей. Более того, и тот и другой тариф можно оплатить с помощью сервиса Далями. Мы его подключили. Это делит сумму, стоимость тарифа на 4 равные платежа, которые списываются с вас каждые 2 недели. Совершенно легко будет для любого кошелька это реализовать. И так что вам нужно запомнить, 1 июля стартует живой поток ключей. Далее за 15 или за 30 тысяч рублей, в зависимости от того тарифа, который вы выбрали, вы получаете продуктов на 45 тысяч рублей. Потому что 4 полноценных курса ключей входят в марафон. Плюс там есть уроки записанные специально для марафона, плюс там будут 8 свежих мастер-майдов. Кто-то их смотрит живьем на более дорогом тарифе, кто-то их смотрит в записи. То есть концентрация уникальной, полезной, глубочайшей по своему смыслу информации огромна. Вы поняли, что проект и марафон уникальны, запускаем мы его редко, не чаще раза в год. Поэтому, если вы спрашивали, а когда или когда-нибудь, это может легко превратиться в никогда-нибудь. Сейчас, с 1 июля, ждем вас на живом потоке. Смотри, что тут есть. Оранжевый плащ. Но это все лето. Представляешь, ты, Уфа, центр города, оранжевый плащ, да? Мне кажется, это начало отношений. С Уфой? Да, просто Уфа и этот оранжевый плащ, они, в принципе, должны быть вместе. Кто, кроме тебя, его туда привезет? Похоже, никто. Ну, цена, кстати, тоже суперадекватная, 14 тысяч, он хорошо скроет. Вот смотри, здесь тряпка классная, видишь, тоже неубиваемая, не трется, не мнется. Есть вот этот сатиновый лоск. Я больше люблю все-таки сатиновые вещи. Если мы говорим с тобой про статус, да, то я бы выбрала что-то вот с таким легким подблеском, потому что все-таки вот этот сатин, он дает, да, вот этот какой-то шелковый легкий такой блеск. Рискнем? Примерить, я думаю, как минимум можно. Пример, отлично, с тобой приятное мне дело. Так, ну оранжевые брюки нам не пригодятся. Смотри, есть вот такие вот всякие сложные вещи. Кстати, это, да, тоже про это думала, что у меня нет никакого свободного свитера, кардигана. В принципе, я так понимаю. Ты вообще вот женщина струна, то есть у тебя вот такое все. Вот смотри, чтобы в тебе творчество зародилось, нужен оверсайз. Свобода. Если у тебя нет оверсайза, ты будешь все время вот в этой формальной внутренней выдержке. То есть нам нужно тебя где-то обезалаберить. Есть такое слово? Есть. Да, вот давай. Сделай свободный. Я это так воспринимаю. Безалаберность. Мне нравится это слово. Причем, я так понимаю, здесь не имеет значения размер? Да, здесь, по-моему, one size везде. Да, one size. Смотри, хорошие цвета, добрые, располагающие. Кроссовки, футболка, джинсы, все, сверху как-то отлично берем. Мне кажется, даже, наверное, замиксовать можно с оранжевыми штанами моими. Вообще с чем угодно, потому что сложные цвета, они хороши со всем. Вот если ты просто идешь по магазину, у тебя никаких планов на покупки, ты видишь сложного цвета, классную вещь, ты можешь даже не размышлять. Покупаем и уходим. Сложные цвета это что? Это когда в цвет добавили черного и белого, да? Вот видишь, здесь есть серый потон, оранжевый тоже чуть-чуть черненьким, как будто бы испачкан, и пыльно-коричневый. Ни одного чистого цвета, а в сочетании они дают тебе кучу комплементарных вещей. То есть сюда все из этого подойдет и любой сложный цвет. Кстати, вот это тоже круто, но я не уверена, насколько ты любишь такие фактурки. Другой вопрос практичности у меня, то есть на лето это же жарко. Не, ну лето-то понятно, но за летом еще целая жизнь. Просто знаешь, когда я покупаю себе одежду, я понимаю, что ее покупаю на 20 лет вперед. Вот эту юбку я купила, мне было 20 лет. Я ее привезла из своей первой поездки в Таиланд. Для меня это было дико дорого. Путевка стоила 36 500 на две недели. Там были все города, Бангкок и острова. Я ее купила на острове. Это ручная работа, посмотри. Это все ручная работа. Я ношу ее 20 лет. Каждая вещь, которую я покупаю, я ее буду носить до тех пор, пока она не умрет собственной смертью. Или я ее продаю как ты на авито. То есть, например, если мы возьмем эти брюки. Смотри, пасмурная погода, грязный сезон, низ не пачкается. В Уфе не самые чистые дороги. В Уфе дороги, кстати, примерно как в ЕКБ. То есть, очень много вот этой жижи. И вот этот низ, который не пачкается, это очень удобно. Потому что твои джинсы явно не для весны и не для осени. Насколько практично вот такая ткань? Ну, это искусственная кожа, ее можно стирать, она вечная. То есть, в принципе, она в какой-то момент начнет рассыпаться, если ты ее или в горячей воде очень будешь стирать, или если ты ее где-то на батарее пересушишь. А воды и стирки она не боится. Главное, ее не забыть в машинке, потому что она разбухнет. Потому что это же все-таки здесь резины много. То есть, если ты ее постираешь на 30 градусах, вытащишь, через 20 минут они сухие. Так, вот смотри, если выбирать из оранжевого и зеленого, ты за какой голосуешь? Мне, честно, больше зеленый нравится, я сейчас смотрю. Все, оранжевый сливаем, забираем зеленый. Окей. Так, зеленый. Ну, зеленый выглядит роскошно, он более спокойный, не такой кричащий. Был бы еще посложнее цвет, но иногда, знаешь, когда хочется себе поднять настроение и просто погулять, это идеально. Вот смотри, ты идешь на серьезную встречу, приходишь в этом плаще, они тебя видят, как ты в нем зашла, распахнула двери, ты его снимаешь, а там все прилично. Вау, смотри-ка, Кирка, ма-а-а, класс. Слушай, а что если вот это с брюками на беременность взять, потому что вот здесь же животик влезет у нас с тобой, но единственно, слишком яркий розовый может быть для нас. Перебор, мне кажется, для рабочего режима, как минимум. Но если я буду когда-нибудь беременна, я буду вот так ходить. В ботфортах? Это же для меня платье, да? Все, я возьму его. Ладно. Восторг и красиво крутит в городе. Шопинг – это та вещь, которую я не люблю делать. Почему? Мне кажется, настолько неэффективное времяпрепровождение. А где же удовольствие? А как же потратить время на удовольствие? Вот этот вопрос удовольствия – это та тема, которая с вчерашнего дня во мне тоже пульсирует, потому что я понимаю, что удовольствие в моей жизни – оно минимум. Вот русские бабы – это вообще уникум. Они вот застряли все в этой функции, женщина-функция, выходят замуж – все, женщина-функция. Ты ловичка, обеспечивай быт, расти детей, пока он там эти свои, знаешь, подвиги на работе совершает, и он молодец. И ты такая, знаешь, там в окопе сидишь. Если идет в активную позицию, застревает в фазе «я хороший работник». Это есть, да? Да. Где третья фаза? Удовольствие? Да, гедонизм. Где гедонизм? Я за этим здесь. Ты на него уже заработала, поэтому нам пора. Пошли. Это следующая стадия. Так, вот, мы бежали просто за этим пиджаком, кто первый его купит. Но мы еще померим. 18, человек уже ближе к реальности. Но все равно, вещь на века за 18 тысяч – это хорошее вложение, гораздо лучше, чем это проесть или еще что-то сделать. Правильно понимаешь, что вот под такой активный пиджак нужен какой-то однотонный низ? Вообще не обязательно. Смотри, то есть у нас какой с тобой вопрос? Мне нужно, чтобы ты эмоционально растянулась. Ты говоришь, я хочу быть наравне вот с этими крутыми топами. Знаешь, чтобы с ними быть наравне, что нужно сделать? Нужно стать круче. Еще круче. Да, потому что если ты еще круче, ты еще больше, ты еще более раскрепощенная и проявленная, тебе вообще все равно в какой-то момент становится, кто перед тобой стоит. Вот я могу одеться total red, не знаю, все безумно. Я просто иду одна по городу, и мне нормально. То есть я не испытываю дискомфорта. На меня могут смотреть все, понимаешь, просто из машин, из троллейбусов, из трамваев, прохожие. И мне нормально. Я привыкла, я могу выдержать это внимание. Когда ты начинаешь переходить в этот какой-то фэшн, период своей жизни, ты узнаешь вообще, насколько реально отстоялось твое ядро и настоялся твой стержень. Вот если мы тебя сейчас как следует приоденем и выпустим на улицу, ты про себя многое узнаешь. Чтобы быть наравне с топами, ты должна выдерживать максимальное количество внимания, потому что это люди-лидеры, они наверхушки. И они не готовы вступать в интересную горизонтальную коммуникацию с испуганными людьми. То есть испуг – это первое, что тебя выдаст. Поэтому нам нужно сейчас немножечко переборщить со смелостью, чтобы это стало уровнем твоей нормы. И все, что мягче, ты вообще не будешь замечать как нагрузка. Поэтому фэшн берем. Я хочу вон тот, но он на меня не налезет. По-моему, это мой повседневек. Классно же? Хотелось бы пообъемнее, конечно, но вообще симпатичное. Симпатичное. Так, в принципе, смотри, вот у нас есть база. Да, ты можешь всю беременность ходить вот в такой лапше. Если мы найдем цвет сложнее, мы возьмем. Но, по крайней мере, мы сейчас силуэт померяем, потому что оно сядет в любом состоянии. Не, смотри, если тряпка хорошая, то, в принципе, она потом собирается, она вечная. Вот, то есть если ты видишь, что она не пушится, значит, она никогда не скатается. Это очень хорошая лапша, у нее хорошая плотность, она тяжелая. Вот потрогай тяжесть. Вот эта тряпка, она всегда будет выдавать в тебе мощь, деньги, властность, экспертность и опытность. Даже несмотря на розовый цвет? Тряпка в любом случае работает. Мы бы хотели с тобой чуть сложнее цвет, если мы найдем и возьмем. Но, чтобы силуэт изучить и пощупать вот эту тряпочку на себе, мы возьмем. Кстати, мне очень понравилось вот это. Оно немножко розовое, но, по-моему, это очаровательно. Мне тоже нравится. Классная? Он прямо очаровательный. Это мне! Боже, что это! Класс! Ой, посмотри. Сумочка прям самая то. Ну, кстати, девчонки очень давно делают бренд. Я помню их еще с тех пор, как жила в Екатеринбурге. А многие же позакрывались. А вот девчонки держатся, и я вижу, как они растут. Все крутые дизайнеры России, между прочим, из Екатеринбурга. Я начинала в один момент с Well Stories. Девчонки Галамаздины из ЕКБ. У них первый шоу-рум был в Тихоне, в квартире. Лада Сям-Сям тоже наша. Ушатала. Ушатала – это наши девчонки. И, по-моему, еще на Милас. На Милас тоже. Да, и вот Лада просто очень тоже вырос и круто. Так, ну это Эско, но, видимо, только Эско. Мы его купим, даже если он просто будет висеть у меня в шкафу. Ой, смотри, как хорошо с сапожками. С юбкой вообще тоже мне интересно. Сапожками все хорошо, да? Кстати, сапожки тоже от русских дизайнеров. Я их купила за 11 тысяч рублей в Питере. Где такие целые? По-моему, супер. Они еще высоченные, между прочим. Все, что ты видишь, это русский дизайнер. Это офигенно. Культура выросла. Ребят, надо приезжать на шопер в Екатерину Брук. Чтобы в Афе, честно, такого нет. Нет. В Питере такого тоже нет, если что. Вау, злодейство. Кстати, мы можем тебе взять черную лапшу. Можно посмотреть? Давай черную лапшу возьмем под питш. И будет отличный повседневный лук. Потому что черный тоже, видишь, сюда хорошо. Сюда можно фиолетовый, бордовый. Абсолютно любое. Слушай, ну для меня вернуться в Екатеринбург, это то же самое, что если бы она уехала из Каменска и возвращалась в Каменск. Ужасно. Такая детская кошмарная ностальгия страдалова. Ну детство это страдалово, как бы. Знаешь, вот эти все знакомые улочки. Самое главное не встретить знакомых. Класс, ты посмотри, какая прелесть. О, вот это интересно. Ты посмотри, какие брючки, мазь, ты глянь. Каня, мне нравится. Слушай, ну брючки без резиночки, но если что, можем отдать на швей. Мне нравится вот это вот, мне нравится. Это круто. Это однозначно мне нравится. А мы нашли брючки без резиночки, они нам понравились. Мы возьмем самый большой размер померить. Я надеюсь, что они нам будут по талии большие. Их можно отдать швее, она вставит резиночку в отсек. И можно будет несколько месяцев спокойно в них ходить. А когда ты придешь в норму, резиночку подтяните покрепче. И в принципе, это будет прекрасно оверсайз. Но все вот эти детали, это, конечно, что-то с чем-то. Класс. Да. Блин, я тоже такой хочу. Он на меня не налезет. Жизнь несправедлива. Я и так уже ничего вообще не ем. Но на меня все равно и налазить. Я жду, когда начнут производить вещи XL. Чтобы мы тоже красивые ходили. Мы все идем к Ахмадулиной. Я обожаю Ахмадулиной. У нее самые умные цвета, самые интересные, сложные вещи. Здесь только интересного по пути. Там что-то с перышками есть. Жастный магазин. Я останусь без денег. Что меня радует, оказывается, оранжевый-то в моде. Оказывается, я не зря его. Забудь слово «мода» вообще навсегда. Вот смотри. Ты идешь в магазин, ты покупаешь вещь. Эта вещь должна служить в ближайшие лет цать. Мне это подходит. Мода в этом случае бессильна. Есть только стиль. Какие крапки. Это же как-то его изменились. Ну, короче, тебе все не шла. Буду договориться. Пока? По-моему, просто идем. Сапоги очень. Ой, смотри, звезда идет. Здравствуйте. Привет, привет. Встретила нашу вторую свету. Она меня не узнала. Чуть не побежала в другую сторону. Там такой шикарный рейл. Я уже хочу это все себе. Я уже половину себе. Вот, я хочу себе, а не ей. Там половина мне. Заберешь у нас вещь? Давай сюда. Короче, смотри, что я нашла. Здесь есть 4 рейла Ахмадулиной. Представляешь? Да, я ее люблю. У меня уже разрыв сердечка произошел. Моя корзинка вот полнится шопом. Смотри, розовый шорчик. О, это не классно. Мы все дня придумали для того, чтобы самим по магазинам ходить легитимно и покупать себе вещи. Да, без нее у меня не было бы времени сходить в магазин. Да, и повода. Да, да, да. Ой, что это? О, боже. Боже. Я буду в ней по дому ходить. Ой, оно мне надо. Тебе классно? Она похожа на вкус, который ты носила. Эту юбку как раз подойдет. Это бомба. Да? Кофта инфантилки. Класс. А, ну это типа Док Роуз что-то. Вот, смотри, вот же наш повседнев. Да? Пиджак и... Вот это вот с джинсами. Класс берем. Кстати, с вот этой, смотри, с розовой басочкой. Да, вполне себе базовая вещь на повседнев. Мне кажется, это платье к моим баспорту. Да, про базовые вещи. Это когда мой стилист Леся говорит, у тебя есть какая-то базовая сумка? Я говорю, есть. Тут ношу ей такой змеиной кожи, сон-лорановской, с цепочкой и все. Она у меня смотрит и говорит, так она же однотонная. Да, да, да. Как думаешь, с ботфортами померим? Обязательно. Все, я вот это возьму. Шопинг, шопинг, шопинг. Вот это еще. Я люблю свою работу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»